На этой неделе снова заговорили о проблемах с капитальным ремонтом в многоквартирных домах. В стенах областной думы в среду прошли депутатские слушания, на которые пригласили представителей муниципалитетов, коммунальных организаций, компаний-подрядчиков и общественников. В этом году исполняется пять лет федеральной инициативе переложить бремя капремонта многоквартирных домов на плечи собственников. В каждом регионе была создана специальная программа. Срок ее действия – 30 лет. В Саратовской области до 2043 года должны полностью отремонтировать более 12 тысяч домов. Их жители вот уже пять лет платят взносы за будущие работы. И если ситуация со сбором денег несколько наладилась, то исполнение самой программы идет из рук вон плохо. Показатели год от года снижаются. 2018-й и вовсе назвали провальным. Это признали все участники депутатских слушаний, прошедших в облдуме. Их девизом, кстати, вполне могла стать фраза «Все плохо, но в целом хорошо». Никаких новых открытий дискуссия не выявила. Все проблемы стары, как мир. О некоторых из них мы, кстати, говорили еще до того, как федеральную инициативу воплотили в жизнь. К примеру, о средствах в общем котле фонда капремонта. Две трети домов аккумулируют собираемые с граждан деньги именно там. Остальные хранят накопления на специальных счетах. Общее же котел уже не раз сравнивали с финансовой пирамидой. Сейчас, когда программа год от года терпит крах, денег в фонде пока хватает. Но даже новостройки, которые собирают деньги на отдельном счете, рано или поздно столкнутся с проблемой недофинансирования. При нынешнем тарифе в 6 рублей 33 копейки денег на проведение всех работ не хватит. Мы все понимаем, что с учетом ситуации, связанной с недоремонтом 90-х, да и фактически нулевых годов, чем старше дом, тем вот эта дыра между необходимым, я уже молчу про предельный, про него уже даже забыли, и средствами собственников будет больше. И абсолютно беззащитные и владельцы спецсчетов, я уже рассказал, и уж тем более фонд капремонт, который после меня будет выступать, где по разным оценкам на сегодняшний день обеспеченность программы составляет 15-17%. Поэтому, коллеги, может быть и плохо, что процент исполнения на сегодняшний день такой, как сегодня звучал в докладе Роман Викторович, но я могу сказать, что если свершится все наши пожелания, программа войдет в русло и наверстает упущенное за период 2014-2018 годов, то по всем нашим расчетам и сохранению действующей системы в 2021-2022, ну может максимум в 2023 году в фонде будет не хватать денег. По расчетам только в новостройках минимальный тариф должен быть в районе 12 рублей, в домах постарше цифра выше. Региональные власти на повышение тарифа не пойдут, реальные доходы населения продолжают снижаться. Решение о повышении могут принять сами собственники, но тогда под удар попадут льготники. Все, что выше 6.33, государство по закону компенсировать им не сможет. Тупиковая ситуация и с объектами культурного наследия. Когда только фонд в прошлом году поставил вопрос о невозможности их капитального ремонта, занимались Госдумой, получили ответ. К сожалению, ответ, который мы получили, он только подтвердил то, о чем говорил фонд и то, о чем говорили мы, что законодательство в сфере объектов историко-артурного наследия параллельно с нашим законодательством о капремонте. И когда они говорят о содержании объектов историко-артурного наследия, это нигде в юридическом плане не означает выполнение работ по замене отопления, кровли и т.д. Они подтвердили о своем ответе и написали, что они полностью обеспокоены ситуацией и творчески работают над разрешением проблемы. Но на сегодняшний день результатом этой творческой работы мы не читаем и не наблюдаем. Один из вариантов решения проблемы – ввести мораторий на капремонт домов-памятников, пока в столице не придумают выход из ситуации. Также федеральный центр думает об исключении из программы домов с износом более 70%. Еще одна проблема – лифты. Участники слушаний говорили, самостоятельно жители не потянут замену дорогостоящего оборудования и снова уповали на помощь столице. На сегодняшний момент, Александр Юрьевич, работает, ведет с Ростехнадзором. У нас есть четкое понимание по всей Саратовской области, какие лифты в ближайшее время необходимо будет, скажем так, останавливать и разговаривать с собственниками по вопросу проведения там либо освидетельствования, либо проведения каких-то плановых работ. Значит, что касается их ремонта, в рамках программы капитального ремонта у нас предусмотрена замена лифтов. Более того, я думаю, что мы более детально по лифтам будем работать в рамках программы капитального ремонта, когда будут реализованы сроки краткосрочного плана 2020 года, и там достаточно большое количество лифтов уже на следующий краткосрочный план будет включено в эту программу. Что касается дополнительных мер поддержки, на сегодняшний момент с Федерацией мы работаем в этом направлении, однако каких-либо адресных программ, предусмотренных финансированием федерального бюджета, пока нет. При тарифе 6.33, который установлен в Саратовской области, на квартиру дома 85-й серии 4-х подъездному нужно 12-15 лет, чтобы поменять лифты. 12-15 лет при 100% проплате за капитальный ремонт, чего, конечно, просто не бывает. Поэтому мы должны понимать, что за этот период времени собственникам будет необходимость ремонтировать и кровлю, ремонтировать и сантехнику, электромонтаж и все остальное. Поэтому это не жизнеспособная система. Актуален вопрос и с привлечением подрядчиков. Из 266 организаций, имеющих возможность выполнять общестроительные работы, только 68 в прошлом году решили связаться с капремонтом. Власти также говорят о нехватке проектных организаций. Как итог, в прошлом году из 7 тысяч конкурсов 5 тысяч признаны несостоявшимися. Выход из ситуации создавать на местах муниципальные учреждения, которые будут заявляться на участие в капремонте. Как я уже подчеркиваю, на территории Саратовской области во всех районах производится капитальный ремонт. Соответственно, в каждом районе орган муниципальной власти должен быть озабочен этим процессом и максимально популяризировать данную тему для того, чтобы строители на местах работали в этом направлении. Еще раз подчеркиваю, что те локальные сметные расчеты, проектные работы предусматривают рентабельность предприятий от 7 до 11%. Поэтому все предпосылки для того, чтобы принимали участие там местные предприятия в муниципальных районах существуют. Более того, на территории области уже существует положительная практика, такая как, например, в Балаковском муниципальном районе, когда создаются муниципально-бюджетные учреждения, которые на конкурсной основе также принимают участие в реализации этих программ. Еще раз подчеркиваю, без участия органа муниципальной власти программу будет реализовать очень тяжело. В общем, и спустя 5 лет острые вопросы пока по ремонту не решены. Да, население в большей части стало платить. За будущие работы кто-то сам поверил в программу, ну а кого-то принудили к доверию через суд. Вот только повышение платежной дисциплины отнюдь не гарантирует успешное завершение программы капитального ремонта.